Филиал Центра медицины катастроф в Ухте пополнился вертолетом Ми-8. Новое воздушное судно с медицинским модулем на борту прибыло в аэропорт Джемсюжины Севера. Напомним, его появление было анонсировано еще год назад, когда в Ухте только создавался свой филиал территориального центра. Новое подразделение было открыто 1 января прошлого года по поручению главы Коми об оказании медицинской помощи жителям труднодоступных территорий. Филиал уже обеспечен двумя реанимобилями и медицинским оборудованием, необходимым для успешной эвакуации пациентов. В составе медицинских бригад врачи, анестезиологи, реаниматологи и фельдшеры. А теперь в арсенале ухтинцев появилась и винтокрылая специализированная машина. Вертолет будет обслуживать абсолютно всю территорию республики Коми, от южных районов до самых северных территорий. Самое главное, что этот вертолет соответствует всем требованиям, то есть в нем имеется медицинский модуль, приспособленный для реанимации больных непосредственно на борту воздушного судна. Вообще проект санитарной авиации очень важен, потому что позволяет помогать населению, проживающему в труднодоступных территориях. Ухта в качестве точки базирования вертолета была выбрана не случайно. Это практически центр республики, где располагается крупный медицинский центр. Ухтинская городская больница уже оказывает экстренную медицинскую помощь. Она обслуживает труднодоступные населенные пункты семи близлежащих районов. Значит, у нас в аэропорту Ухта дежурство экипажей производят круглые сутки. То есть один экипаж дежурит днем, другой более подготовленный дежурит ночью. То есть мы обеспечиваем круглосуточное дежурство на этом вертолете. Поэтому, как говорится, дай бог, чтобы санзадания было меньше. Но если оно поступит, то экипажи готовы, пожалуйста, в любое время дня и ночи при наличии погоды. Как отметили в Министерстве здравоохранения КОМИ, в год местный филиал центра катастрофы может осуществлять до 300 дополнительных экстренных эвакуаций.